Доброе утро! Вы смотрите новости. С вами Анна Москаленко и перейдем к выпуску. Специалисты Минприроды назвали причину гибели рыбы на озере Клубничное в Залесовском муниципальном округе. По словам начальника отдела водных биологических ресурсов Сергея Дегтяря, водоем обмелел. Почему она ушла из озера, это еще только расследуется. Единственное, что на настоящий момент установлено, это именно причина гибели. Это обмеление водоема и, соответственно, рыба без воды жить не может, она погибла, сколько там ее было. В настоящий момент наука дает заключение. Напомню, инцидент произошел 8 августа. Местные жители и глава округа зафиксировали мор рыбы на озере. Специалистам предстоит определить количество погибших обитателей и провести расследование. Также добавлю, искусственное озеро не числится в реестре водных объектов. Экологические тропы в Чинитинском заказнике закрыли для туристов в этом сезоне. На эту меру руководству пришлось пойти из-за резкого увеличения численности медведей на территории. Министерство природных ресурсов и экологии региона напоминает о мерах безопасности. Даже в периоды низкой активности животных туристам необходимо зарегистрироваться и двигаться по тропе только в сопровождении госинспекторов. В этих местах нет сотовой связи, а маршрут сложный и удаленный. Напомню, ранее в регионе уже закрыли часть маршрутов в Тегерекском заповеднике, также из-за активности медведей. А я продолжу. Больше миллиона тонн кормовых культур заготовили в Алтайском крае, сообщает региональное министерство сельского хозяйства. Среди них грубые и сочные корма. На сегодняшний день запас предприятий больше 60% от необходимого количества. Сенажа почти 80%. Добавлю, аграрии степных засушливых районов при необходимости могут сформировать подушку безопасности. Для этого они переводят посевы зерновых культур в статус кормовых. Медработникам компенсируют из краевого бюджета переподготовку по новой программе. И участники получат до 50 тысяч рублей в зависимости от сложности обучения. В планах на этот год подготовить 30 специалистов. Человек теряет право трудиться в практической медицине, если не работал в профессии больше 5 лет. Чтобы вернуть эту возможность, нужно пройти программу профессиональной переподготовки. Участниками этой программы могут быть врачи и среднемедицинские работники, которые по какой-то причине ушли из здравоохранения. То есть не работают на сегодняшний день в наших подведомственных медицинских организациях. Это и молодые мамочки, которые находятся по уходу за детьми. Это и пенсионеры, в том числе и льготные пенсионеры. Это те медицинские представители, лица, которые ушли в сферу косметологии работать когда-то. Порядок действий для участников программы такой. Обратиться в образовательную организацию, выбрать специальность и оплатить обучение из своих средств. Договор на компенсацию заключается уже с медорганизацией, где специалист будет трудиться по окончании обучения. Упускника будут обязаны трудоустроить, а он отработать минимум 3 года. Виртуальный концертный зал откроют в Змеиногорской детской школе искусств. Его оборудуют благодаря национальному проекту «Культура». Заявки на открытие залов подали 211 учреждений из 60 регионов России. По итогам конкурса в следующем году оборудуют 80 объектов. Кстати, Змеиногорск станет уже седьмой территорией Алтайского края, где откроют виртуальный концертный зал. В Рубцовске установили новый арт-объект на северной части здания Краевического музея. Об этом сообщают в социальных сетях. Известные в городе художники Сергей Петров и Олег Лукашевич изготовили панно, которое состоит из 63 фрагментов, высеченных в газобетоне. Работу они посвятили 85-летию Алтайского края и 130-летию Рубцовска. По их словам, она символизирует солнечный Алтай и отражает его историю. Пока панно не закончили полностью декорировать, но совсем скоро Рубцовчане увидят его во всей красе. И в конце выпуска о спорте. Канаистка из Алтайского края выиграла юниорское первенство России. Александра Власова завоевала золотую медаль на дистанции 500 метров. Алтайский край на соревнованиях представили воспитанники школы Олимпийского резерва имени Константина Костенко. Александра Власова тренируется под руководством Михаила Волкова. В лодке-одиночке она оторвалась от своей соперницы почти на 3 секунды. Добавлю, байдарка-четверка с алтайскими спортсменами завоевала серебряную медаль соревнований. Также на дистанции 500 метров. И на этом у меня все. Хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok